Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вообще, если говорить о какой-то такой точке отсюда, если говорить о том, какое впечатление, например, производит ваш текст, то я бы сказал, что у вас очень много злости. Подобно. Позвольствует она достаточно сильно чувствуется, как мне кажется. Достаточно сильно ощущается, как мне кажется. Достаточно ощущается, да? То есть вы производите впечатление человека напряжённого, отразительного, в котором есть много злости. Ну или по крайней мере какая-то часть злости. Вот. Что такое злость в данном случае? Ну в данном случае это подавляемая вами, подавляемая вами потребность в том, чтобы ваша мама, ну условно говоря, была для вас на том месте, где она должна быть, где вам комфортно. Вот этого не происходит. Вы пропускаете те моменты, когда условно нужно в этом направлении двигаться. Вот вы пропускаете моменты, когда нужно проявлять злость, проявлять выражение, когда нужно выражать то, что вам, к примеру, не получает, и в итоге вы чувствуете себя достаточно тяжело. Вы чувствуете себя достаточно подавно. Вот. Что, ну, в принципе, как мне кажется, вполне здесь нормально. Вот. Поэтому первое, что нужно для замечать в себе моменты, когда вы хотите... привезлости выражать её в контакте с нами, да? Вот. Причём, говоря злость, я не имею в виду, что это такое агрессивное, да? Не имею в виду, что это такое обменяющее. Говоря злость, я имею в виду именно выражение своих чувств. Кстати, по техникам, как вы выражали сообщение, это я сообщил, вы можете изучить это в интернете. Вот. Но по опыту можно сказать, что по опыту он говорит и говорит о невозможности шага настоятельно его освоить, потому что привычные закрепившиеся модели поведения куда более прочно в нас сидят, чем мы думаем. Поэтому очень важно, конечно, работать, ну, на мой взгляд, именно с психологом в этом образе, а не самостоятельно. Вот. То есть нужно замечать моменты злости и смотреть, как, как я могу эти моменты злости выражать. Как вы можете эти моменты злости выражать. Потому что, ну, очень, очень важно, чтобы вы их выражали. Очень важно, чтобы вы выражали, что-то конструктивно. Следующий важный момент, кстати, с того, что при всем том, что вы говорите о своей маме, не знаю как быть, у нее, сейчас. Ну, а теперь это просто одними ключевых моментов, одним из ключевых аспектов. Ну, вам, что и вам получается, Шарли, вы, что называется, позволяйте ей, я бы так вот сказал, выезжать на жалости к себе. То есть почему-то мамы, почему-то вы приняли маму в своей квартире. Почему-то, да? Вот она, вы говорите, квартира, в смысле, предназначалась ей, ну, вы в нее заселились. Вообще, мне кажется, здесь довольно простая история. Хозяин тот, кто, как бы, квартиру, ну, кто платит за, условно говоря, квартиру. Ну, если вот так вот тут вышло, что платите за квартиру вы, то, ну, соответственно, вы являетесь, хозяек этой квартиры, по крайней мере, тут, ну, пока, ну, на данный момент, по крайней мере, это, мне кажется, более чем такая адекватная, адекватная правительство безусловно, Вы можете со мной не согласиться, не согласиться с этим. Вот. Пусть вам, ваша номер жаль, вы считаете вероятно, что вы почему-то должны, вы берете за маму ответственность, вы берете на себя ее жизнь, вот, ее выбор, вот, и почти на себе благополучно или не очень благополучно, если вы ставите с того, с какой стороны смотреть, вот, и ее сама. Поэтому идея здесь в какой-то степени достаточно простая, вот, и связанная с тем, что вам вашей маме жаль. Вот. Это достаточно такой, как мне кажется, ключевой момент, ну, условно говоря, в этой ситуации. Другой вопрос, как это получается, как получается так, что это становится возможным? Ну, да. Вот. Вот это вообще вопрос, куда более, мне кажется, интересно, чем, ну, вот, чем, то, о чем, например, мы с вами говорим. Ну, это на самом деле, просто куда более интересно. Поэтому вопрос заключается в том, как мне кажется, хотите ли вы что-то изменить в этой ситуации, да, или это просто, знаете, как, такой крикопомощь, потому что, ну, работать, вот, вам, было довольно-довольно-довольно-довольно с тем, что происходит. Ну, по факту. По факту. По факту. Возможно, это проблем не решит. Вот. А, другой вопрос, хотите ли вы, что-то еще. Вот. Хотите ли вы, что-то другого. Но это вот уже более-более, как мне кажется, важная деталь. Поэтому, на мой взгляд, тут уже вам нужно смотреть вам наверняка будет сложно, но, может быть, отказаться от, ну, с тобой, чтобы не жалеть твою маму и, вероятно, вы будете противиться этой истории. Поэтому, тут вот тоже парка у двух концов. Следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание заключается в том, что вы соглашаетесь с тем, что мама вам транслирует, по факту соглашаетесь с этой жизни. То есть, вот она говорит, что вы там. ПК-ПК, и, вероятно, вы в глубине души соглашаетесь. Вот это очень важный момент. что вы сами откликаетесь на то, что ваша мама там права условно говоря. Откликается вам. И так. Мне 25 лет. Родина теперь контролирует и подавляет. Ну, к сожалению, пока вы не найдете в себе сил, говорить нет, и пока вы не найдете, ну, как бы себе сил полагаться на себя. Ну, я бы сказал, что действительно вас будут контролировать. Потому что вы позволяете это делать. Знаете, я бы здесь вот рекомендовал защитить другого Да? Любому тирану нужна жертва. И вы, это самая жертва. Вот. К сожалению. Вот. А, с другой стороны, с другой стороны, и жертвенным положением можно выходить. Можно и нужно выходить и выходить. Через взятие личной ответственности, через принятие непростых решений. Вот. Через удержание своей собственной, условно говоря, своей собственной точки зрения и так далее. Вот. А, я арендую квартиру. Мама пошла со мной жить, так как с папой раньше не воду. И вы решили ее спасать. О, спасать. Вот. Вы решили своей маме помочь. Так. Мама, один сложный человек меня не хочет слышать, через моих переживаний кто-то меня не устраивает. Это верно, и здесь ситуация, как мне кажется, довольно-таки один, два века, потому что, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вы стучите в дверь, которая закрыта, вот, в том смысле, в том смысле, что мама не тот человек, которому будут важны ваши переживания. И здесь отдельно хотелось бы увидеть, как вы приходите к ожиданию от мамы, некоторой эмпатии, вот, некоторых, ну, позитивных аспектов для вас, потому что, ну, на это нужны ресурсы, вот, чтобы проявлять это, нужны ресурсы. А у вашей мамы, как бы, ресурсов-то, похоже, нет. Вот. И, соответственно, отсюда она дает вам того, что вы хотите. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. Но вы продолжаете от нее это требовать, как бы. То есть тут, идея, как мне кажется, заключается в том, что, ну, вот, вы требуете то, что вам, ну, как бы, человек подоставить не может. Не думаю, что он плохой, там, да, лапрот, потому что, ну, вот, нет такой возможности. Вот. При этом это же ни в коем случае не означает, что, что, ну, вы, как бы, как бы, не имеете права. Это ни в коем случае не означает. Вот. Это означает лишь, эээ, то, только. Мама не та, не та, кто может вам отдать. Но другие люди, другие, вполне на это способны. Вопрос в том, обращать своих к ним, с вами, эээ, со своими переживаниями. Или только к нам. Ну, и еще, к, камту, да. Вот. Это, как бы, эээ, вот, такой, эээ, достаточно важный, как мне кажется, момент. Вот. Дальше. Идем. Эээм. Так. Я не могу с ним жить, при этом стало еще хуже. А на что вы, на что вы рассчитывали? Эээ, постоянно приказывает, что, как все равно, на мне, теперь я грек, и начало, на начало для мамы, и по-моему, что если с отцом хуже жить. А, как сказать, ну, то есть, к чему вы это? Эээ, к чему вы это? Вот именно эту часть, именно эту часть, эээ, к чему, я не очень, эээ, понимаю. Эээ, личные скандалы, я не знаю, что делать, если не выживать. Ну, скандалы, эээ, принимают участие, кто бы тоже. Если бы вы не скандалили бы с ней сами, что, вероятно, ситуация была бы лучше. Эээ, опять, в��сте, эээ, к уз hare все равно, ну в лиф ю…? Ээ, ээм, ээ, ну… Ээээ, ну, эээ, у му свет здесь, эээ… Конфликт. на то, какой именно вы вносите в Клаб вам конфликт. Вот. Именно вы. Потому что над вы можете повлиять. Если на маму, например, вы повлиять не в силах, что в принципе логично, то на свое поведение вы можете влиять. Что скандал это то, во что вносит вклад два человека. Ну как минимум два человека. Иногда больше, но как минимум два человека. И вы вносите этот вклад. Поэтому нужно здесь обязательно посмотреть на этот момент. Нужно здесь обязательно преследовать этот момент. как я лично сама вношу вклад в то, что мы с мамой ссоримся. Например. Вот. То и важно. Достаточно. Как мне кажется. Вот. Дальше. Я хочу быть самостоятельным. Я хочу быть самостоятельным. Потому что они будут на собой. Ведь не контролируют любить равниваться с собой. Ну. Контролируют, к сожалению. К сожалению. Контролируют как правило. Того. Кто. Боится быть самостоятельным. Вы вроде бы говорите, что я хочу быть самостоятельным. Но. В то же время говорите, что я устала маме. Что вы устали. Вот. Ожидая от нее. Ну. Чего-то. Наверное. Ожидая от нее. Ну. Какой-то обратный. Обратный. Понятно. Ожидая от нее. И не получая. Этого. От нее. Ооо. Дальше. Я говорю плохо. У меня. Я устала. Мне плохо. Она. А я. А мне никто. Ее не трогает. Меня весом. Что-то не устраивает. Всем добрый. Что-то. Сказал. А как. Как это влияет на вас? Вы знаете. Как это влияет на вас? Не так ли это влияет именно на вас? Потому что. Собственно. Ну. Вы не за настоятельны. Вам что-то мешает быть за настоятельным. Как правило. Это страх. Страх. Ответственность. Страх. Эээ. Принятие решений. Эээ. Страх ошибиться. И. Может быть. Эээ. Подспорное желание все-таки. Все-таки сделать. Что-то. Чтобы. Эээ. Ваши родители. В частности. Ваша мама. Вас одобрала. Ээ. Ну. Только этого. К сожалению. Не происходит. Вот. А вы надеетесь. Как. Мне. Кажется. Что это произойдет. Этого не происходит. Этого не происходит. Этого не происходит. Этого. Этого не происходит. это первое. Второе, он не понимает, что для вас означает ее понимание. Вот видите, как видите, видите, какая здесь штука. Вы говорите, что быть самостоятельно, но при этом вы же говорите, что она не понимает. Но она не понимает, да. Кто-то другой может понять. Нет? Или это не ваш случай? Как это происходит? Как это работает? Вы нуждаетесь в понимании своей мамы, которая не может вас понять, не только в силу возраста, но и в силу своих определенных внутренних проблем, которые у нее есть. А вы говорите, что вам она означает быть самостоятельно. Мне кажется, что это не совсем то. То есть мне кажется, это не вам она означает быть самостоятельно, а вы сами не готовы быть самостоятельными, потому что вам нужно ее не понимать. Снимание мамы. Ну что она вам его дать, очевидно, не может. Так, в детстве, когда формальный канал, я постоянно постоянно поставлюсь за собой, сейчас дает пор и заступаю с этим. А как? Как вы заступаетесь? Как вы боретесь? Просто, ну, выглядит так, что эта борьба, знаете, как от отчаяния такая. Ну, просто, как вы это сделать. Хотелось бы, чтобы вы сказали. Попробуйте. Вот. А дальше, ага, по поводу, по поводу того, что она говорит. Я не думаю, честно, что так важно, что она говорит. Я не думаю, что это важно. Почему? Потому что не так важно, что она говорит, а как мне кажется. Сколь важно, как вы на этот реагирует. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Это она куда важнее, по сути. И если, если, что она хочет, чтобы, чтобы, значит, она приказывала, вы выполнили. Ну, понятно. что она этого хочет. И это вы ее брал. Хотите. Но вопрос немножко, немножко в другом. Да? Что вы хотите, вы говорите, хочу быть самостоятельным. Хорошо. Хочу быть самостоятельным. А что дальше? Вот вы будете самостоятельными. И что? Наверное, вам кажется, что, ну, 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 что вы будете самостоятельными. Как только вы будете самостоятельными, у вас все получится. Вы заживете. Это не так. Это неправда. Не заживете. Потому что, вам, скорее всего, вам, скорее всего, не интересно пока жить в своей жизни. Вам ваша жизнь неинтересна, скорее всего. Потому что, ну, вот, борьба. Борьба идет, ага, ну, постоянная. Можно сказать, борьба за... Ну, у вас идет борьба. Вы будете. Как мне кажется. И это важно. Просто, что когда есть борьба, когда у человека установка вызывает, ну, как бы, нет места в каком-то развитии, в каком-то движении впервые. Вот. И для вас, такая повиска может быть более... Ну, как это сказать... Ага. Более привлекательной. Такая вот... стратегия. Жизненная. Подскажите, как себя вести. Вы мне подскажите, как поступать. Ну... Разве это самостоятельно? Управление самостоятельно? Что-то нет. И у вас нет такого запроса, что вот... А... Подскажите, как стать более самостоятельно? К примеру. Ну, в таком случае... А... Все. Как бы... Запрос есть. Запрос ясен. А... Можно работать. Но... Ну, нет. Нет. Не здесь. Да? Вот. Поэтому... Я и... Показываю вам... Показать... А... Что... А... Как бы... Есть... Вот эти... Эти... Нюансы... На... Которые вам... Вам нужно обратить... Своё внимание. Для... 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 То, что дальше будет вопрос, да, но пока вот так, в такой момент. Никаких рецептов готовых нет, как бы ситуация индивидуальная. Вот. Индивидуальная ситуация и ваша. Только, ну, нужно её привлечить, нужно ей свадить. Дальше. Я устала, мне жалко себя, как мне этого надо? Ну, вот себя жалеть, это, как раз таки, прямой путь к жертвенности. Вот. Другой вопрос, что стоит за жалостью к себе? Один вопрос. Мне угодно, второй вопрос. Второй вопрос. Это не операция на себя. Прошу вас на это обратить внимание. Что на себя операции вы не готовы. с мужчиной? Вот как вы с мужчиной, собственно, ну, будете самостоятельно, да? с мужчиной. Я бы сказал, ну, для меня несколько порядков. Как, каким образом вы будете самостоятельно с ним. с ним самостоятельно с ним. Но, тем не менее, вы говорите о том, что он будет с ним самостоятельно. Вот. Это важно, опять. Очень. Очень важно, чтобы вы обратили на это внимание. Что я речь вроде бы об одном, а по факту, по факту, несколько по-другому совсем. Понимаете? Что ты думаешь? Я так много об этом говорю. Дальше. Будьте, если вы не ставите как быть, пожалуйста, я хочу. Как быть, я вам не скажу. Потому что это вам нужно научиться решать как быть. научить, научить вас принимать решения. Вот, научить вас принимать решения. Да. Это можно сделать. Можно научить вас принимать решения. Можно научить вас, чтобы вы умели к себе прислушиваться. Вот. Можно сделать. Но. Советовать вам, как мне кажется, было бы неправильно. На самом деле, повторение того же самого порочного круга, который был до этого. И по факту, как мне кажется, ну ничего не изменится, если мы начнём вам совет. Поэтому я надеюсь, что вы его воспримите. То есть, я говорю серьёзно, да, и брать для себя что-то извлечь. Вот. Как бы, повторюсь, что здесь советами не обойтись. Да. То есть, здесь нужна именно работа. Вот. Как мне, по крайней мере, видится и кажется. Здесь нужна именно работа, именно терапия с вами. Вот. Вот так. Это то, что хотел вам сказать. Это всё. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было вам полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и позволит начать движение, собственно, вперёд, да. это, ну, предоставит некоторую такую вот перспективу. Если, конечно, вам это интересно. Я вам с своей стороны желаю удачи. Я желаю вам всего доброго и надеюсь, что вы выберете себе специалиста, которым будете работать по тем моментам, которые я озвучил. Всего вам самого доброго и удачи. Используйтесь на фоне.